здравствуйте меня зовут владимир сегодня обсудим политику третьего пути то что пришло на смену неоконсерматизму в европе и обозначила новые перспективы сочетать каким-то образом с одной стороны страхование от капиталистических провалов то есть определенный какой социальный вектор и с другой стороны классический рыночный капитализм и так в 90-х видите произошла какая-то перемена хотя в россии мы знаем именно вот в 90-х как раз бушевал такой необузданный капитализм а на западе уже нет запад всегда впереди в этом смысле запад впереди и по движению капитализма и по движению социализма то есть сначала там волна какая-то проходит потом она достигает нас и так в 90-е годы на западе на смену неоконсерватизму пришел третий путь вот политика новых демократов в америке это был 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 билл клинтон и его последователи великобритании энтони блэр и гордон браун в соответственно германии лидер социал-демократов гельмурт шрёдер который вот был герхард шрёдер извиняюсь большой друг владимира путина и сегодня по моему он там сопредседатель в газпроме что-то такое в чем суть вот этой самой третий третий волны отказ от активного государственного вмешательства в экономику раз это с одной стороны но и попытки свести экономическую социальную деятельность правительства к нулю то есть с одной стороны мы не вмешиваемся в экономику как это было в ссср у нас частный рынок все хорошо с другой стороны государство чем-то явно занимается то есть как бы эта идея смешанной экономики которую сегодня вот вы изучаете в учебниках ну типа там пособия баранова или боголюбова то что вы изучаете в курсе обществознания в школе смешанная экономика с одной стороны база это конечно частная собственность частная инициатива которая защищена судом с другой стороны государство постоянно пытается порегулировать вот здесь и здесь налоговая политика монетарная политика манипуляции с денежной массой инвестирование поддержка фундаментальной науки поддержка убыточных производств и так далее и тому подобное вот собственно как раз билл клинтон и тони блер друг с другом в рамках какого-то саммита очевидно но это англосаксонские партнеры сша великобритания у них есть о чем поговорить это вот сторонники третьего пути и современники но и оба живы до сих пор некоторые особенности давайте рассмотрим значит если говорить про расходы государство активно участвует в рыночных процессах и наращивает свое присутствие инвестиционным способом но инвестируют не как раньше в производство а в первую очередь в технологически развивающиеся отрасли ну например вот то что написано человеческий капитал человеческие ресурсы соответственно раз у нас новое общество постиндустриальное должны расти расходы на посмотрите науку образование здравоохранения почему ну понятно если не будет науки не будет прогресса с другой стороны если не будет медицины не будет ничего это понятно чем больше расходы на медицину тем в итоге как ни странно меньше расходы на медицину понимаете да то есть чем более здоровый будет человек тем меньше потом он будет ходить в поликлинику тем меньше будет нагрузка на врачей тем меньше денег придется тратить из госбюджета их можно будет определить там не знаю в детские садики вот это тоже важно видите в америке 60 процентов госбюджета социальные выплаты это же просто коммунизм какой-то настоящий а тем не менее это америка видите в сша была увеличена минимальная зарплата то что называется мрот столько долларов у нас это в месяц а у них это в час вот увеличены пособия на детей расширены возможности для работы инвалидов то есть то что сейчас называется инклюзия и так далее и тому подобное то есть откровенный левый курс с одной стороны да а с другой стороны поддержка науки поддержка высоких технологий инвестирование в информационную экономику вот здесь как раз посмотрите военные расходы сша обратите внимание что в период о котором мы говорим они на небольшом уровне но потом конечно падение башен близнецов начало операции в ираке джордж буш младший вводит войска ближний восток и они резко идут вверх а здесь военные расходы у нас на небольшом уровне почему потому что социальные расходы растут вот как раз на зависимость между этими статьями бюджета третий путь это концепция известного социолога энтони гиддонса значит вот он нам говорит социальные инвестиции что это такое значит демократия диалога это когда у нас в обществе нету врагов видите больше нету противопоставления одних слоев или классов другим это звучит для нас удивительно ведь мы выросли там в россии в советском союзе карл маркс всегда говорил нам о том что общество это антагонистическая борьба классов то неизбежно только вот потом будет социализм коммунизм и тогда не будет вражды а пока государство существует всегда есть угнетаемые угнетатели и так далее и тому подобное здесь нет он говорит что на самом деле это взгляд несоответствующей реальности да вполне возможно жить и не делить общество на своих и чужих каким образом этого дагид добиться в первую очередь за счет диалога горизонтальных общественных структур и организаций это значит рост удельного веса гражданского общества в политических экономических и социальных процессов да низовая демократия низовая гражданская организация а власть что она будет в этом делать вопрос какая власть для того чтобы власть была хорошей необходимо чтобы ее выбрали на правильных выборах а для этого опять-таки должна быть низовая организация ну а уж в том случае когда власть нам повезет мы ее выберем и она хорошая она будет наши демократические гражданские процессы поддерживать потому что ей самой это будет выгодно почему потому что чем толще прослойка среднего класса чем больше гражданское общество создано в стране тем для власти ниже риски потенциальной дестабилизации и самое страшное революции политических потрясений ну понятно что звучит это как утопия типа хорошие выборы настоящие выборы но вот такие взгляды влияют на общество тем не менее с одной стороны видите развитие регионального местного самоуправления тоже очень важно ведь многие страны называются федерация российская федерация германия федерация америка федерация австралия индия большие страны бразилия мексика часто федеративные ну понятно потому что чем страна больше тем сложнее управлять из одного центра лучше распределить полномочия и так далее вот но на самом деле отнюдь не все федерации являются таковыми на самом деле то есть можно написать федерация а потом смотришь по-настоящему оказывается все налоги поступают в центр потом из этого центра дают куда-то чего-то это уже явно не федерация если у вас нет местных бюджетов если у вас нету многоканальной системы налогов если у вас регионы не могут богатеть за счет своих ресурсов и за счет своих налогов это не федерация это унитарное государство в самом плохом смысле слова вот а здесь предлагается именно это потому что без федерализма не может быть демократии вот нас в учебниках по обществознанию учат тому что значит с одной стороны у нас государственное устройство типа там федерализм унитаризм с другой стороны политический режим тоталитаризм авторитаризм демократия и как бы получается что у нас тут два тут три типа можно их перемножить и вот получить шесть различных вариантов то есть например возможен такой вариант как федеративный тоталитаризм и нам говорят вот ссср типа вот ссср красный тоталитаризм диктат компартии а по сути да действительно республики федерализм и так далее но это абсурд любой нормальный историк советского союза скажет вам что в советском союзе никакого настоящего федерализма никогда не было это невозможно потому что для того чтобы был федерализм необходимо чтобы условно говоря там в киеве в минске или в алматы принимались самостоятельные решения и москва их не держала за глотку но если будет так тогда это уже не тоталитаризм это важный момент то есть вот в этих абстракциях в этих терминах обществознания все-таки нужно ориентироваться с умом да это просто фантом не может быть тоталитарного или авторитарного федерализма федерализм возможен только при гражданском обществе и при демократическом режиме ладно вернемся значит с одной стороны развиваем региональные гражданские организации с другой стороны повышаем активность граждан в сообществе для решения собственных задач каким образом через интегральные схемы через рост общественных организаций организации зеленых организации правозащитных профсоюзов роста авторитета семьи как ячейки общества во многих обществах важную роль здесь играет церковь тоже как ни странно церковь не обязательно должна ассоциироваться у нас у нас с чем-то правом консервативным патриархальным древним и неэффективным да так часто бывает особенно когда церковь всегда стоит стеной за государство там где между государством и церковью нет никакой разницы а во многих странах там в той же польше например в период солидарности 80-е годы церковь реально боролась против государства церковь внушала людям надежду на то что коммунизм однажды рухнет многие священники были убиты интернированы в концлагеря пострадали в этом процессе вот такая церковь является настоящим институтом гражданского общества и к ней никаких претензий нету вот то что можно сказать про основные элементы идеологии третьего пути с точки зрения энтони гидденса а собственно вот автор ну я думаю что фотография конечно старая сейчас он если и жив то не такой молодой еще немножко про социальные инвестиции что это такое значит лейбористы то есть грубо говоря английские социалисты понятно что это не социалисты в стиле мао цзэдуна или иосифа сталина социалисты в стиле трэд юнионистов то есть если вы знаете да в начале 20 века трэд юнионы первые британские профсоюзы которые реально по-настоящему боролись за то чтобы рабочий класс жил лучше не как владимир ленин или мао цзэдун или иосиф сталин которым было в общем безразлично как живет рабочий класс потому что главная цель ленина это не улучшение жизни рабочего класса а революция вот поэтому ленин всегда говорил что трэд юнионисты это нам с ними не по дороге это не надо это игра капиталистам на руку мы хотим революцию если рабочий не понимает что его спасет только революция то я ему это объясню ну а это нормальные лейбор труд да нормальные трудовики нормальные социалисты так вот вводят минимальный видите уровень оплаты труда в час в которой включены удивительно посмотрите ремонт автомобиля развлечения путешествия ничего себе это получается рабочий может путешествовать это как это так да представляете если бы это было в советском союзе то что вот оказывается значит в понятие рабочего входит понятие праздно шатающегося где-то на пляже человека нет конечно вот поэтому это совершенно разные взгляды там это было пособия по безработице сокращают за счет роста заработных плат вот вырученные сокращения средства направляют в образование здравоохранение и так далее и тому подобное правда конкретно вот что касается великобритании там со здравоохранением не повезло свое время давным-давно еще в 60-х социалисты вот после войны как раз когда и пришли стали делать бесплатную медицину а-ля советский союз потом естественно эта медицина была вся приватизирована но неэффективность осталась и просто вросла в почву вот если сегодня вы будете жить в великобритании или поговорите с какими-то там местными жителями вашими знакомыми то вы услышите от них крайне нелестные отзывы британская медицина умудряется сочетать колоссальную стоимость это просто очень дорого ну не знаю раз в 10 дороже чем в россии например там вылечить зуб я не знаю да и очень низкое качество вот вот это как-то вот то есть не знаю вот у меня сестра допустим всегда прилетает в россию делать себе зубы хотя живет в британии почему ну потому что во первых 10 раз дороже вот во вторых низкое качество вот это считают многие экономисты было следствием того что в свое время в 60-е на волне как раз вот британского социализма пытались создать систему здравоохранения а-ля ссср то есть полностью бесплатно ну вот как раз дали и баристы одна из главных британских партий борется за там повышение заработной платы или за что-нибудь еще фрг третий путь фрг конечно всегда связана их деятельность с коалицией потому что одной какой-то партии в германии нету это христианские демократы вот ангела меркель была это какие-то социалисты социал-демократы сейчас с дпг вот как раз сейчас она может победить на ближайших выборах шольц и либералы ну куда же без них поэтому это какая-то всегда структура да фракционная да немножко этого немножко это выборы у них не мажоритарные выборы у них пропорциональные по спискам поэтому как раз какая-то должна быть коалиция в партии вот видите они побеждают вместе с зелеными еще плюс ко всему то есть вот такой получается компот такой микс из разных идеологий видите социал-демократы отказываются от противопоставления рынка и государства это как раз и есть вот идеология смешанной экономики третьего пути рынок и государство могут сосуществовать рынок решает свою задачу это понятно экономический рост за счет конкуренции а гражданское общество свою это солидарность сплоченность низовая активность гражданское общество и социальная справедливость вот в результате действительно германия сегодня наверное с точки зрения жизни простого человека может быть является наиболее удобной страной наша цель говорят они социальная демократия работа надежность и человечность а это вот как раз и к зеленые вот бюндис 90 они называются союз 90-го года они тогда как раз образовались дегрюнен то бишь ну зеленые понятно но это как активисты это понятно в общем то общие итоги политики третьего пути снижение инфляции безработицы рост ввп это конечно то что мы заносим однозначно в актив с одной стороны были открыты различные шлюзы для роста социальной активности гражданской позиции формирование общественных организаций и тому и так далее и так далее бизнес активно входит в жизнь человека на низовом уровне через смартфон то есть вот сегодня мы да все можем участвовать в бизнес-технологиях просто открыв то или иное предложение люди в то время наверное даже еще не знали что можно будет питаться не выходя из дома просто заказав себе все в каком-то там приложении тебе все привозят домой это конечно все здорово и замечательно политика третьего пути сгладила неравенство которое усилилось в период правления неоконсерваторов да действительно богатые теперь не столь богатый а бедные теперь не столь бедны то есть если говорить знаменитый там коэффициент джини то вот он у нас соответственно видоизменился разрыв между богатыми и бедными в той же германии и так далее очень низкий зачастую это делается с помощью чисто коммунистических социалистических налоговых преобразований знаменитая прогрессивная шкала при этом есть некоторый потолок 50 процентов больше которого ты не платишь то есть получается самые богатые люди германии платят 50 процентов своего дохода это очень много как вы понимаете но у них остается все равно довольно много на самом деле в чем принципиальное отличие их капиталистов от наших это удивительно и совершенно для нас непонятно они реально хотят быть богатыми но как-то вот с представлением о берегах то есть вот для российского капитализма это до сих пор совершенно непонятно как можно поставить берег или предел богатству как это если у тебя миллиард евро почему ты не хочешь миллиард один это получается как ну натуральный ряд всегда можно прибавить единичку а вот там как-то не так протестантизм на это повлиял вторая мировая война толерантность эко повестка зеленый непонятно но действительно вот так есть ну и вот напоследок вам высказывание одного из главных родоначальников либертарианства и классической либертарианской экономики хайка в данном случае это людвиг фон музес трудное высказывание вы его проанализируете потом про себя но вот если в двух словах он конечно скептик он скептик и он сомневается в том что смешанная экономика возможно видеть он говорит что на самом деле если говорить про интервенционизм то есть интервенции государство вмешивается в рыночную экономику то это всегда будет дестабилизация с одной стороны государство вмешивается в рыночную экономику своими законами и запретами нарушает правила ценообразования свободной конкуренции естественно продавцы производители на это реагируют как они как-то вот подстраиваются под это ищут какие-то свои лазейки а потом в итоге получается с его точки зрения что начинается неэффективное производство неэффективное производство государство смотрит на это и говорит да ребята как же так почему у вас опять неэффективное производство почему опять инфляция растет почему производство падает почему безработица те говорят ну так вот как бы ты нам создала такие условия своими законами что нам пришлось вот как-то так вот государство говорит не 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 в этом дело просто законов мало я сейчас тут еще рычагами Подвигаю, и будет все чики-пики. И новые законы, и вот эта вот спираль. Прав он или нет? Сложно сказать. Конечно, классические либертарианства, разлива Мизоса, Хайка или какого-нибудь Ротборда, очень напоминает утопию. То есть, конечно, они практически никогда не оперируют макроэкономическими категориями, не рассуждают в пределах гигантских экономик или мировых экономик. Они рассуждают, например, как Адам Смит, условно говоря. Вот у меня там микроэкономическая задача, есть покупатели, продавцы, немножко денег и так далее. Спрос, предложение. То есть, вот эти все классические характеристики. Наверное, все-таки нужно признать, что в макромасштабах либертарианские модели не работают. С другой стороны, когда государство слишком уж пережимается своими законами, слишком сильно вмешивается в рынок, всегда жди беды. Это точно. То, что сегодня я хотел рассказать про идеологию и про осуществление этой идеологии третьего пути на примере экономик стран в 90-е годы. Спасибо. 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 Спасибо.